поставь лайк подпишись на канал и дверь откроется как тут все умно просто невероятно круто круто ребята привет 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 проходим нашим и дом почему я тебе здесь все расскажем покажем это самый инновационный дом он все делает за тебя здесь тебе просто нужно жить огонь что друзья с нами настя выпускница нашей школы и куратор дизайнер интерьера и виталий с кем вы уже знакомы в наших роликах расскажет нам про умные решения этой квартиры поехали смотреть погнали настя расскажи пожалуйста про объект в чем задача стояла этого объекта какая здесь общая площадь ко мне обратились smart art и сказали настя нужен нам шоу-рум а в общем здесь у нас 40 квадратных метров нужно было сделать полноценную такую как бы квартиру для проживания то есть здесь должна была быть общая зона гостиной кухни также естественно санузел до зона прихожей для то что можно было повесить верхнюю одежду и плюс еще зона естественно спальни ну и для релакса у нас балкон вот а что именно тут изменилось то есть по плану бы ты и у нас там где сейчас находится спальня вообще предполагалось как бы кухня то есть мокрая зона мы чуть-чуть отодвинули кухню она осталась там же в мокрой зоне и а там вот сзади как раз сделали спальное место вот и у нас получилась большая такая площадь как раз где можно показать во первых клиентам которые сюда могут заходить тоже фишечки умного дома ну и вообще ребята здесь вот например работает кстати сразу в комментарии те а как это вот спальня на место кухни поставить нельзя это кабинет понятно типа взял матрас убрал и как бы они никакой спальни вообще говорите это не желаю комнату но везде есть так сказать свои подходы насчет тренировок об этом узнаете на базовом курсе а прихожая у нас небольшая то есть здесь у нас находится шкаф до полноценный глубиной 60 для верхней одежды что ж сегодня у нас был тяжелый день сегодня смонтировали наши шкафчики вот у нас полочки если для обуви ну и штанга естественно также есть с на пуфик если кому-то нужно обуться присесть положить сумочку в общем все что необходимо здесь я большой шкаф во первых с зеркалом до что можно было на себя посмотреть сам перед там выходом и плюс еще здесь находится я называю мозги умного дома это щит автоматизации форм-фактор единый то есть тут вся электрика автоматизация видеонаблюдение интернет и самая фишка то что какой-то боль дизайнеров я знаю что если дизайнеры используют очень много лет освещения то блоки питания вы где-то должны их установить в таком месте где-то не можно подлезть и в случае чего его поменять здесь у нас стоит киловаттный блок от компании минвил это промышленного образца на котором завязано все освещение которое находится в этой квартире то есть это около 55 метров лет ленты и все это на одном блоке так как он промышленного образца он не греется не пищит не кряхтит не чувствует не бывает и овощи бесшумный абсолютно бесшумный да потому что он работает ну на 30-40 процент своей загрузки верхняя часть у нас здесь идут силовое оборудование это противопожарное узо у замки если у нас электричество выше или ниже нормативов то но отключает электричество на определенное время пока электричество не восстановится это защищает нашу технику телевизор микроволновки всю бытовую технику от загорания узошки от поражения электрическим током человека это обязательно должно быть автоматы которые защищают линии здесь у нас стоит пожарный такой огнетушитель на всякий случай ни разу еще не срабатывал но мы всегда его ставим в случае чего он взрывается и не вредя автоматике гасит воспламенение снизу у нас идут уже главный сервер умного дома все расширения по управлению лет подсветками музыкальный сервер тоже находится в щите колонки у нас встроены в потолок снизу у нас идет интернет вай-фай видеонаблюдение здесь у нас алиса и блоки источники бесперебойного питания если злоумышленник отключит электричество то ваша система будет еще работать от 8 часов и выше в зависимости от количества аккумуляторов снизу и сверху все подключается на проходные клеммы щит собирается на производстве устанавливается и грубо говоря l1 подключается к клеммнику l1 в этом как бы все занимает он по глубине сантиметров 20-25 зависимости от функционала и начинки его высоту около двух и двух с половиной метров может быть ширину от 600 миллиметров до метра также зависимости от функционала при входе у нас висит панель это эпиловский ipad с рамкой он заряжается и интернет идет именно по проводу если нет вай файл он все равно будет работать и отправлять нужной команды через этот планшет мы можем управлять абсолютно всем домом как освещение безопасность будильник поставить и очень очень много всего функционала сверху у нас висит это датчик пожара датчик дыма при возникновении задымления он выключит все освещение обесточит квартиру и даст сигнал мне на телефон что произошел пожар либо задымление снизу у нас две клавиши левая короткий клик у нас управляет освещением именно сценарном справа у нас управляет вот этим освещением которое за мной находится если я нажму левую кнопку и подержу ее откроется замок при этом приходит уведомление что замок открыт если я открою дверь то приходит оповещение что дверь открыта с правой стороны при долгом клике вся квартира обесточивается выключается освещением выключается музыка телевизор выключается и водоснабжение перекрывается то есть это и устанавливается на охрану долго держим все выключается и у нас включается охрана у меня есть 30 секунд чтобы покинуть помещение после чего включится система безопасности я могу выключить датчики движения если я нахожусь в квартире я выключаю датчики движения и сигнализация сработает только в том случае если откроется дверь либо окно в данном случае мы находимся на 24 этаже окна бессмысленно ставить на охрану только дверь слушай у меня такой главный вопрос а игры здесь есть тоже айпад и здесь есть и подожди о стой я знаю что надо сделать как же как же мы не воспользуемся этим моментом ну-ка смотри подписаны ну молодцы насть расскажи про кухню мне очень понравилось решение с рельефным стеклом такая трендовая штука до кухня вообще а когда мы обсуждали техническое задание не предполагалось для какого-либо приготовления пищи поэтому она небольшая однако здесь есть все необходимое то есть холодильник микроволновка духовка посудомойка варочная панель и самая интересная вытяжка она прям встроенная собственно в столешницу причем эта вытяжка так как бюджет у нас был небольшой она прям сделана по факту вручную то есть это не вытяжки которые вот прям покупные мы просто заказали здесь решетку который для канального кондиционирования используется и а собственно все вот эти вот механизмы находятся внутри шкафа правда немножко бардак нормально вода и не стоила вся эта конструкция где-то в районе все вместе на 20000 а сами знаете сколько стоит вытяжки которые вставляются в столешку ну про крайней мере когда мы смотрели да то это минимум вообще 180 тысяч был здесь слушай и кстати она работает то есть она реально работает тут готовили специально рыбу готовили проверяли все это дело и да так погоди я хочу разобраться мне мне нужно понять что это то есть это это короче это сборная да прям конструкция это каналы типа а вот этот прибор это непосредственно насос к нам воздуховой да ну да канальный вентилятор канальный вентилятор вот вам и вот пожалуйста маленький бюджет креатив за 10000 встроенную вытяжку до столешницу мне кажется это прям достойно жирного лайка ребята прям вот круто . так как мы уже на кухне у нас есть стационарные датчики протечки проводные именно под посудомойкой под раковиной но также вы можете установить в любое место такие небольшие датчики протечки воды если у нас идет протечка какая-то случилось падает датчик и срабатывает сигнализация вам приходит уведомление что сработала сигнализация вода перекрылась чтобы вернуть в исходное положение вам надо найти там где протекла вода высушить датчик и подтвердить через приложение и вода вернется на кухне у нас встроены заряд зарядной станции беспроводные для телефонов мы вводим сюда телефон и он заряжается также есть выдвижная розетка если нужно подключить какой-то бытовой прибор там кофемашину чайник и тому подобный тостер здесь есть еще две usb зарядки которые вы можете по проводу заряжать еще телефоны а у нас здесь тоже в интерьере используется такая большая огромная как бы столешница я бы сказала да но самое интересное в том что как я и говорил у нас довольно маленький был бюджет мы сначала хотели естественно отлить его прям из бетона но бюджет не позволял мы придумали такую фишку что просто эта конструкция из фанеры со встроенным профилем и сверху мы покрыли штукатуркой такой же как и на стенах и мы на нем прыгали стояли 100 килограмм где-то было поэтому проверили и ну работает схема и если бы я не сказала я не подумал внутри каркас металлический металлокаркас фанера и штукатурка из бетона с минимальным бюджетом изюминка тоже этого интерьера это роспись выполнена мной я пока тут как раз ее делала прям жила тоже в этом шоу-руме а это обычный акрил ничего особенного здесь нет единственное выбрали так сказать картинку определенную и собственно я здесь расписывала не ну да так то ничего особенного вручную сама разрисовала стену также здесь есть алиса и сири привет сири закрой все шторы привет сири закрой все шторы шторы закрываются то есть вот мы с тобой смотрим телевизор и мы видим что отражается окно то есть там лень идти закрывать здесь есть также выключатель надо него тоже не охота тянуться поэтому мы голоса можем включить выключить закрыть и открыть шторы включить выключить освещение привет сири выключи все освещение у нас есть датчики движения это уникальный датчик который встроен датчик движения датчик присутствует датчик освещенности и датчик громкости для чего нужен град датчик громкости когда Если вы сдаете квартиру или просто забыли, что время уже больше 11 часов вечера и вы поете песни, кричите или еще что-то, система понимает, что звук слишком громкий, она выключает музыку и звучит такое звуковое оповещение, что будьте потише, пожалуйста, иначе соседи могут вызвать полицию. Если это сообщение звучит 2 или 3 раза и больше, то система может просто обесточить квартиру, выключить все освещение, чтобы люди успокоились, после этого она вернет все в стандартное положение. Также идет лог-файл, где вы можете посмотреть, реально ли шумели ваши гости в квартире или нет. Пойдем в спальню посмотрим, что получилось. Что ж, у нас зона спальни и все, тут матрас. Ну все, отлично, пойдем-ка. В зоне спальни у нас, собственно, лежит обычный матрас. Ничего особенного в нем нет, но спальная зона здесь занимает метр шестьдесят. То есть два на шестьдесят это достаточно для двух людей, к меню, иногда можно и троем. Это я зря сказала. Также есть, естественно, полочки. Там можно держать, собственно, перед сном телефон, там же есть розетки, где можно их заряжать и также держать свои любимые, например, книги. Есть бра, да, для дополнительного освещения, например, если захочется почитать перед сном. И, кстати, на курсе в школе геометриум как раз учат разным фишечкам, которые используются у нас в дизайне. И именно здесь опущен потолок и плюс еще поднят немножко пол, потому что там именно проходит коммуникации. И плюс еще, благодаря, собственно, этому мы как раз и выделили вот этот вот объем, который у нас и образовал такой некий куб в пространстве. Плюс еще, как я и говорила, да, мы это дополнили еще световыми линиями. И при вечернем освещении это выглядит очень эффектно. Санузел у нас небольшой, но при этом здесь сместилось все необходимое. Здесь у нас большая, собственно, раковина, да, также с зонами хранения и плюс стиральной машиной, которая находится внутри. Вот, также есть большое зеркало, тоже с подсветкой и встроенные смесители, розетки, в общем, все тоже необходимое. А по другую сторону у нас большая душевая кабина с перегородкой. То есть тут нет вообще никаких дверей, перегородки вполне достаточно. И самое важное и самое классное в вот этом вот помещении это тоже выключатель умный, который мы строили прямо в плитку. Вот, но подробно об этом тоже расскажет Виталий. Водная комната, там у нас также много всякой автоматики, много прикольных сценариев и выключателей. Когда мы открываем дверь, заходим, включается освещение. Также от времени суток оно зависит. Если мы ночью сюда зайдем, то включится на 10% только освещение. Здесь у нас идут выключатели кнопочного типа, где мы можем менять освещение. Каждый клик также проходит по сценарию освещения. Управлять вентиляцией, но она работает также от датчика движения по автоматическому режиму. Розетка 220 вольт, USB розетка и USB-C, Type-C розетка. Освещение здесь всего RGBV. Здесь у нас сантехнический шкаф, где находятся шаровые краны для перекрытия водоснабжения в случае протечки. Щетчики водоснабжения, где мы можем даже смотреть, сколько мы израсходовали воды. Это у нас, могу показать в приложении, как выглядит. Вот так вот выглядит. Щетчик горячей воды, щетчик холодной воды. Сколько литров вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце, за весь период. То есть полная статистика ведется. Огонь. Слушай, еще я увидел вот здесь крутую штуку. Я так понял, это какие-то выключатели. Да, это самый пик выключателей. То есть, когда мы купаемся, мы можем управлять освещением. Мы можем включать музыку. Это сценарий. Сейчас вот без музыки надо, да. А надо выключить освещение. Выключить вентиляцию и управлять. Либо какой-то один источник света мы можем настроить. Либо это сценарное освещение. Каждый клик переключает тот режим освещения, который мы уже изначально запрограммировали в телефоне. Это удобно. Пока лампочки горят, выключатель активен. Если лампочки не горят, он не работает. Так мы его активируем и переходим по сценарию. Огонь. Это вот очень удобная штука, на самом деле. То, что ты пока можешься, у тебя рядом выключатель, ты можешь любой сценарий себе поставить. На потолке у нас звук. То есть, это акустика. Также с AirPlay 2. И датчик движения, присутствия, звука, освещенности. Когда мы сюда заходим, включается режим присутствия в квартире. Полы сразу начинают нагреваться. Здесь у нас теплая стена, она также включается. Теплая стена работает автоматически. То есть, если нет движения, если никто не купается, счетчик не крутит воду, то она выключится. Если вы искупались, система понимает, что вы искупались, включает теплую стену на 2-3 часа, чтобы полотенце высохло. Вам не нужны эти контроллеры, которые на стенках. Они абсолютно не нужны. Все управляется через приложение и работает в автоматическом режиме. Мы заходим в ванная комната. Здесь у нас есть музыка, есть вентилятор, теплая стена и теплый пол. Есть мы выставляем актуальную температуру. Также мы можем выставить по дням неделен. То есть, тут уже тонкая такая настройка, когда нам нужен комфортный режим, когда эко режим. То есть, ты, короче говоря, по дням недели, как в календаре выставляешь, условно, да? Да, автоматический режим, либо фиксированная настройка. То есть, температуру можем выставить комфортную, эконом, и теплозащита, и защита от замерзания. Но это больше для домов. Какой здесь бюджет закладывали, в принципе, и сколько на умный дом ушло? Сюда закладывали бюджет около 3-3,5 миллионов в ремонт на систему умный дом. То есть, это вся электрика, вся автоматизация, камеры, выключатели, розетки. Вот все, что касаемо слаботочки и сильного тока, вышло около 1,5 миллионов. Плюс-минус 10%. Мы сейчас с вами пройдем на балкон. Так как у нас здесь нет выключателей, мы можем с кухни открыть штору, но можем попросить сделать это Siri. Привет, Siri! Открой штору слева на 50%. И она откроет штору на 50%, чтобы мы могли зайти на балкон. Мы заходим на балкон. Дача присутствия определяет, что мы зашли на балкон. Опускает штору, чтобы соседи нас не видели. Включает освещение, включает музыку. И мы здесь релаксируем, читаем книжки. Но если нам нужно выключить музыку, мы дотягиваемся до нашего выключателя, который рядом. Выключаем музыку. Захотим, можем открыть штору, либо переключить освещение. Когда мы зашли, у нас автоматически включается подогрев пола. Пол здесь электрический. От датчика присутствия он понимает, что вы будете проводить время на балконе. И включит пол, чтобы вам было комфортно здесь сидеть. И любоваться красивым видом. Ну что, друзья, по-моему, квартирка огонь. Если так, то ставим лайки. Пишем комментарии. По возможности буду отвечать. Приезжайте к нам в шоурум. Можете посмотреть это все своими глазами. Пока. Пока.